Пока старшие классы готовятся к экзаменам, ученики седьмых и восьмых в конце учебного года показывают свое футбольное мастерство. 23 мая в Правдинском провели чемпионат по мини-футболу. На поле вышли три команды. Первая из «Братовщины», что недавно вошла в состав 11-й Пушкинской школы. Вторая команда из первой «Правдинской», что вошла в состав второй. И, соответственно, команда второй школы. Данное мероприятие покажет, насколько в школах остались сильные футболисты, которые смогут посоревноваться в дальнейшем, в новом сезоне, уже на первенстве Пушкинского городского округа, официальном турнире, за выход на область. Игра шла по круговой системе. Вначале выявляли двух сильнейших, которые выйдут в финал и поборются за кубок. Мероприятие открыто и окружное. В первой игре вторая правдинская школа доминировала с первых минут. В итоге выиграла 7-1 у первой. После вышла на поле с братовщиной. Выбывшие подвели итог игры. Было очень много ошибок в плане передач, в плане паса, в плане неправильной расстановки. Но это все в будущем будет все нарабатываться и все будет хорошо. Поэтому на данный момент у нас есть к чему стремиться. Прогнозы игроков второй школы не оправдались. Ребята надеялись на слаженность и сыгранность своей команды. Видели в этом преимущество. Соперник оказался сильнее первой школы. У нас все ребята смогли отличиться. Все сыграли очень хорошо. Я бы не выбрал такого одного человека, который сыграл лучше всех. Все сыграли одинаково. По итогам открытого первенства команда второй правдинской школы заняла второе место. Проиграли в упорной борьбе в финале 11-й школе города Пушкина со счетом 2-1. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.